Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Ютроид ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем передачу «Инвестиционные идеи». За сегодня, уже 1 сентября 2020 года, лето пролетело, друзья. Было хорошее лето, интересно, многим удалось заработать. Надеюсь, что осень будет еще интереснее. Ну, как вы знаете, 4 квартал тот вообще самый активный в плане торговом. Напомню всем, что 1 сентября – это новый месяц, новый торговый сезон. Поэтому всех, кто задержался на даче в отпусках, возвращайтесь. Все конкуренты уже здесь начали торговать. Сегодня вторник, но многие с утра не на работе, поскольку сегодня день знаний. И всех поздравляю, кстати говоря, с этим большим праздником. И желаю всем успешно отвезти своих деток. Кого куда, кого в садик, кого в школу, а кого в университет отправить. Детки у всех разные. Желаем успешной учебы, естественно. Ну, а вам, чтобы они вас радовали своей учебой. Это дело важное. Ну что, давайте посмотрим, что говорят нам технические и фундаментальные анализы. И определимся, как нам сегодня жить и работать первый день осени. Ну, прежде всего, конечно, коллеги, начинаем с валютной пары евро-доллар, которая доказала, что рост еврика не случайный. И наши ожидания возможного отбоя не сработали. Вчера я и Оксана высказывали идеи, что может быть отбой, поскольку отбой чаще, чем пробой. Но, коллеги, в этот раз один из 20% случаев, скажем так, когда евро уверенно пошло на пробой. И мы можем отметить сегодняшний хай 1.1996. Ну, практически 1.20, кто циферку называл, тот оказался прав. Хотя мы с вами бурно обсуждали, у нас эта цифра звучала. И в плане да, и в плане нет. Но вот еврик все-таки пробивает. Проблемы США, видимо, серьезные. И под выборой все стараются немножко доллар уронить. Ну, что вам сказать? Что сегодня можно ожидать? Я удивлен, что мы вообще дошли до этой точки, что доллар так проваливает. Ну, значит, кому и быть. Значит, надо стоять по тренду, не надо сопротивляться, не надо искать точку разворота. Это очень дорогое и сильно расходное занятие. Поэтому толкнули евро и коновер, толкнули убедительно. Мне кажется, стоять надо в лангарте. Теперь в этом варианте раз уж толкнули. 1.20 не предел. Ну, естественно, будем сегодня спорить насчет того. Просто мы, понимаете, мы ждали. Вот 1.18 сейчас оттолкнемся. 1.19 сейчас оттолкнемся. Сегодня практически 1.20 сейчас оттолкнемся. И что-то не отталкивается, друзья. Поэтому, мне кажется, в какой-то момент надо идти. Мы, кстати говоря, не без фанатизма это все говорим. Мы говорим, что вчера, например, звучала тема 50 на 50. Где закроется? Ну, вот у нас на глазах закрылись высшие уровни. Значит, движение продолжается. То есть, признаем объективную реальность. Евро сейчас, можно сказать, пойдет наверх. Сильный был у нас колбас на прошлой неделе, конечно. И все-таки по итогу у нас колбаса потащили наверх. Так вот, мы всегда за тех, кто побеждает. Британский фунт, друзья. Та же история. Смотрите, доллар сильно, конечно, погрызли. Тут ничего не скажешь. Погрызушки. 1.34.19. Сегодня хай уже обновлен. Дают доллару обжаться. Как упал, так и давит. Та же история с доллара и иной. Вчера он смог укрепиться, а сегодня нет. Сегодня доллар тоже развернули поедение. Швейцарский франк, коллеги, пробивает, пробивает вниз. Причем второй раз. Вчера мы здесь были, опять ударились. 0.89.97. Вот так вот. Вот так вот. Когда от паритета 0.9 как-то еще ничего. А когда 0.89.97. Причем представляете, да? 0.89 швейцарских франков. Там они сантимы, по-моему, как-то так. Ну вот. Это прям серьезное падение доллара, друзья. Тут уже не надо ожидать быстрого. Психологически, конечно, очень глубоко. Конечно, люди скажут, вот как раз на перелаях и как раз развернут. Давно ждем, пока не развернули. Доллар-канадец, та же история, друзья. Проваливаемся. Здесь 0. Сори, сори. 1.29.95. Да, долларовые счета сейчас посыпятся, конечно, у многих. Австралийский доллар тоже идет на этой волне. Причем, обратите внимание, все это второй недели продолжается. 0.74.14. Прекрасный показатель. Я не называю направление, потому что я сказал уже, что доллар падает. Поэтому направление, на мой взгляд, нужно 30-50 пипсов. У каждого свой аппетит интродэй. Мне кажется, сегодня можно поставить по 50 пипсов, потому что вчера тренд был заявлен так, прямо существенно, уверенно. Доллар турецкой лира живет против рынка. Вчера вырос и сегодня растет. Видимо, дела в Турции не особые. Несколько неожиданно все-таки, что здесь растет доллар. ДАКС, друзья, вчера провалился, сегодня пытается отбиться, но сильная поддержка, ставшая сильным сопротивлением, его сдерживает. Если хочешь рассказать, покупаем на все, по ДАКСу нет, не уверен. А вот S&P 500, мне кажется, будет расти сегодня. Да, вчера его закрыли в минусе, но сегодня фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 показывает хороший плюс. Уровень 3510, мне кажется, мы идем наверху. Идея покупки S&P 500 сохраняется. Золото, друзья, прямо решительно идет на отметку 2002 доллара, где мы были не так давно. Да, друзья, золото выбрало путь наверх. Смотрите, в пятницу оттолкнулись, вчера поборолись, но закрылись все равно с учетом ГЭПа в плюсе. И сегодня идем наверх, да? Серебро – та же история, друзья. Оттолкнулись, поборолись и идем наверх. Здесь целью можно обозначить 29.13. Мы, видимо, идем туда. Американский сорт нефти WTI, октябрьский фьюч, растет. Смотрите, а вчера с каких высот спустили. А смотрите, вчера с каких высот спустили. Нет однозначности по нефти, друзья. Сверх, пятница, понедельник – отрицательные. Сегодня пытаются вырасти. Нет, я, кстати, сегодня тоже не верю. Раз с таких высот спустили вчера, могут они поднять. Друзья, я бы искал точку входа в продажу WTI и та же история по бренду. Да, он менее демонстративно падает, но вчера тоже с огромных высот спустили. И вот этот рост в моменте, он как-то не вызывает уже доверия. Газ натуральный вчера сильно провалился, его отбили, но закрыли все равно в минусе. Сегодня растет. Здесь нет никакой идеи, друзья. Здесь были движения вверх и вниз. Он, гадко, посредине торгового диапазона находится. Кучная цена – 2,623. Не поменяйте идеи. Китайский юань. Посмотрите, как продавили доллар по юаню. Мощно, стремительно. Давайте поставим флой. Флой получился на 6,8129. Прямо провал по юаню. Смотрите, как что творится. Доллар-рубль. Доллар-рубль – другая картина. Обратите внимание, вот дневные графики. Китайский юань сверху вниз, доллар-рубль – снизу вверх. Но сегодня хорошо. С ГЭПом ушли вниз. 73,60 в моменте. И верю. Не верю. Ну, верю, не верю. А движение вниз показано. Мне кажется, будем сегодня отбиваться и удержаться где-то на этом уровне. Я объясню. Фундаментальные факторы, к сожалению, не в пользу укреплению рубля. Та же история по евро-доллару. По евро-рублю, сори. Вчера евро-рубль вообще закрылся в плюс. Вот. Сегодня он подснижается. Но понятно, что поскольку евро-доллар растет, то и евро-рубль, если будут падать, то будет падать гораздо меньшими темпами и с гораздо меньшими последствиями, чем доллар-рубль, естественно. Поэтому я, кстати, допускаю вполне идею, что на продаже доллар-рубль, то те же люди могут покупать евро-рубль, естественно. Ну, друзья, двигаемся с вами дальше. Фундаментальные факторы. Ну, прежде всего, начну с хорошей новости. Друзья, американскому инвестору и предпринимателю Ворона Баффета исполнилось 90 лет. Как вы знаете, глава Брэкшир Хаттовой, легендарный инвестор. Вот, смотрите, в 90 лет сам работает, сам работает с инвесторами, переписку ведет. Вы знаете, это вот может быть одна из причин его долголетия. Когда человек занимается любимым делом, ему некогда болеть, сосредотачиваться на каких-то внутренних проблемах, там еще на чем-то. Ну, с возрастом, естественно, проблемы накапливаются. Вот, и вот это, может быть, и помогает жить человеку. Поэтому я всем советую, господа, кто, у кого есть любимое занятие, старайтесь им и заниматься. И доживете, как в Воронбахе до 90 лет, и один из самых известных миллиардеров мира. Так, нехилый вид занятия он себе нашел. Всем желаю найти такое же себе занятие. И доходное, и помогающее жить и работать. Так что, господин Баффет, с днем рождения, счастья, здоровья, удачи. Далее, друзья, западных новостей сегодня таких достойных какого-то внимания я с утра не обнаружил. Российские новости, как обычно, у нас идет тема, ну, тут не поймешь, российские или международные, но в любом случае Россия там участвует так или иначе. Понятно, тема номер один отправления Алексея Навального. Ждем новостей, Шариты пока не опубликовала диагноза, не опубликовала, если найден отправляющий какой-то боевой элемент. То есть мы пока не знаем официально от Берлинской клиники ничего. Поэтому ждем. Что вызывает тревогу, что это продолжается уже 12-й сутки, коллеги. 12-й сутки человек в коме, не могут вывести. И, честно говоря, родственникам надо быть уже в состоянии тревоги насчет вообще, выйдет он оттуда или нет, и в каком состоянии он выйдет. Потому что чем больше человек в коме, тем больше опасности, так сказать, сильных, скажем так, сильных последствий от этой комы. Так что ждем. Ждем, никаких выводов не делаем, и о степени влияния на российский рынок пока тему не ведем. Но то, что по подаче в западные СМИ это событие абсолютно равное, уже стало равным событием убийства Бориса Немцова в 2015 году, это уже абсолютно точно. И по степени внимания это уже ничуть не имеет. Далее, друзья, протесты в Белоруссии. Естественно, тоже в центре внимания. Роль России какая будет, будет ли. Здесь пока все еще только на словах. Значит, вижу, среди дел за последние сутки вижу, что Бабарика и Колесникова, это одни из лидеров белорусской оппозиции, объявили о создании политической партии. Белый дом США потребовал от России уважать суверенитет Белоруссии. То есть они как бы предупреждают, что не надо входить в Белоруссию, а то будут санкции. Ну понятно, эти намеки, они с момента событий в Украине, они все стандартно, можно поэтому легко ванговать здесь, что будет, если российские правоохранители, ну и в любой форме, если российские граждане с оружием войдут на территорию Белоруссии. Это будет очень серьезно, конечно, ну и после Украины это очень серьезно, ну под санкциями, под серьезными санкциями. Вот, так что, друзья, наблюдаем на то, что будет дальше. Внутренние российские новости, главная новость однозначная, валюту взяли взаймы компании-экспортеры, подстраховались от новых санкций. Их еще нет, ни по Навальному, ни по Белоруссии, но уже страхуются, уже берут экспортеры деньги в валюте. И это меня больше всего удивляет, что валюта банковская идет экспортерам на кредиты. У них там что, такой провал, что ли, что уже денег нет вообще? Ну, то есть, вот реально, они же основные добытчики валюты всегда были, экспортеры природных ресурсов, нефть и газ в первую очередь. Но, прямо удивительно, это показатель глубочайшего кризиса, поэтому обманывать себя не надо. Тут все вместе, и политика, и коронавирус, и внутренняя ситуация в стране, все вместе сказывается. Идеальный шторм, то есть, валюта сейчас на вес золота, 90-е годы вернулись. Далее, друзья, в этой ситуации не удивляют другие новости. Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет. Ну, конечно, женщины боятся рожать, поскольку денег нет. Все, кто могут уехать и уезжают, 90-е вернулись. То есть, даже, я бы сказал, это конец 80-х уже. Это еще глубже идем. Далее, друзья, Минтруда сообщил о 3,6 миллиона официально зарегистрированных безработных. Это много, потому что до пандемии цифра звучала 700 тысяч. То есть, тогда было 700 тысяч, сейчас 3,6, значительный рост в разы. Далее, друзья, удивительная новость вышла. В России с сегодняшнего числа, с 1 сентября, заработал механизм списания личных долгов без суда. Вы знаете, личное банкротство в России, допустимо, с 2015 года, но только по решению суда. А сейчас у россиян появилось право, если у вас долг составляет сумму от 50 до 500 тысяч рублей, вы можете, надеюсь, никому из вас не понадобится, гражданин России, скажем так, может объявить о банкротстве бесплатно и без суда. То есть, он просто идет в МФЦ и пишет какое-то заявление. Форму я не видел еще, но думаю, что достаточно простая. Пишет заявление, подает его бесплатно и, значит, объявляет о личном банкротстве. Коллеги, такая простота, а даже если у человека нет кредита сейчас, да, такая простота и, в общем-то, безнаказанность, она говорит о чем-то. Сейчас любой человек, у которого нет долгов, идет в банк, берет кредит на 500 тысяч рублей, сейчас без залога выдают по паспорту, без проблем, и на следующий день объявляет о банкротстве. У нас сейчас банки посыпятся, потому что наши люди сообразят очень быстро. Какие ограничения на человека после личного банкротства? Он не может получить наследство во время процесса и не может взять новый кредит. Да у нас полстраны уже не может перекредитоваться, потому что кредитов уже много. И, ну, а наследство, Господи, это вообще раз в полет бывает, и то, ну, какое тут наследство наши копейки, Господи. Вот, поэтому это такая тема очень серьезная. Мне кажется, банки сейчас посыпятся, наши люди быстро соображают. Но больше всех, конечно, удивил помощник президента Путина Максима Орешкина. Он сказал, что цель стать пятой экономикой мира достигнута. Я в шоке. Ну, серьезно. Реально? Ну, о том, что Россия вошла в топ-5 экономик мира. Ну, почему? Потому что экономика развалена, лежит в руинах. Медицина и образование практически ликвидированы. Сейчас ни к одному к врачу попасть нельзя. Я на себе вам могу сказать, за последний месяц практически невозможно. Вот. Значит, вот серьезно. Все новости, которые я объявил сегодняшние, это вот любой же человек может взять посмотреть. Показывает на то, что мы легли. Когда встали нам непонятно. И как встать непонятно. Реформы нужны срочные? Реформ нет. Это удивительно. Сейчас самое главное, чтобы не было тотального запрета на торговлю с Россией, чтобы не было нефтегазового эмбарго. Вот тогда сразу кризис в самой яркой форме. Ну, и вообще, честно говоря, то, что допускают так много тяжести на бюджет, на ситуацию в стране, ну, это прежде всего коронавирус. Не подождем. Но, а валий. Хабаровск. Беларусь. Пятый фактор появляется у нас 13 сентября. Выборы, которые, естественно, вызовут возмущение, как обычно. У нас без возмущения, результатами выборов, ни одни выборы никогда не проходят. Это понятно. То есть, пять таких факторов. Идеальный шторм сыпется на экономику. Не знаю, не знаю. Пятая экономика мира. Ну, хорошо. Рад. Рад, что у нас так все хорошо. Верю. Все, друзья. Григорий Мячеславович с вами дальше. Подводим итоги. Значит, сегодня у нас монета. Давайте спросим, что она думает насчет WTI октябрьский контракт. Напомню, что вчера монета показывала. Селл состоялся, кстати говоря. Давайте ставим плюсик монете. Да. Значит, да, бросим монету на сегодня. Потом учет это WTI октябрьский контракт. Байл или селл у монеты. Две стороны. Бросаем, волнуемся, смотрим. Сегодня видит монета селл тоже. Продолжение села. Макроэкономический индикатор. Давайте посмотрим, что у нас сегодня. Осень. Все должны уже вернуться ко всем событиям и делам. Австралийский доллар 0,25%. Была ставка. Оставили без изменения. Эта новость уже состоялась. Другие действия Центробанков пока не вижу. Ничего серьезного больше. Торгуем, коллеги, флетовые стратегии. Потому что сегодня, я думаю, вот тот прорыв утренний, который состоялся, мне кажется, это достигнет пика по основным инструментам. Мне кажется, надо искать точку входа в продажу доллара. Ну, евро, фунт, традиционные точки, конечно, интересующие нас. Покупка СНТ-500. Я настаиваю, что это выбор номер два. После покупки евро и фунта, покупка СНТ-500 здесь оригинальничать не надо. Что касается доллар-рубля. Друзья, у доллара проблема. Но то, что сейчас происходит в России, проблема не меньше. Рискнув сказать, несмотря на гэп, сегодня глубокий достаточно, рискнув сказать, что доллар-рубль в покупку. А вот кто-то, если хочет, продал... Нет, не буду даже эту тему трогать, поскольку тут надо глубже эту тему изучать. Остановлюсь на другом инструменте, на который многие, конечно, сейчас смотрят. Золото и серебро. Вы знаете, да, может быть, даже я поставил бы на третье место покупку золота и серебра, а на четвертое место покупку доллар-рубль. Вот, по степени вероятности в моем, так сказать, в моей системе Карлина. Потому что идет уверенно. Итак, друзья, покупка европейских валют относительно доллара, покупка СНТ-500, золото-серебра и доллар-рубля. Да, я рискую говорить об этом прогнозе. Представляются основными торговыми идеями сегодняшнего дня. Всем удачи, друзья. И еще раз с Днем Знаний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!